В Центральном офисе «Газпром добычи на дым» состоялось ежемесячное совещание руководителей предприятия и его филиалов. Главный инженер, первый заместитель генерального директора компании Игорь Морозов, подводя итоги за октябрь, акцентировал внимание на задачах настоящего периода. Важно техническое обслуживание оборудования газовых промыслов. Отбор газа только за последнюю неделю увеличился на 15 миллионов кубометров в сутки. Наверное, в первую очередь связано с тем похолоданием, которое пришло в Центральную полосу России. 1 градус, понижение температуры на 1 градус в Москве, это информация где-то, сразу увеличивает отборы на 20-30 миллионов. По его словам, на газовых промыслах предприятия есть возможность увеличивать подачу газа. Это позволит оперативно реагировать на спрос газа потребителями. На Ямале активно готовится к пуску ГП-1 Баваненковского месторождения. Главный инженер попросил усилить присутствие на объекте ведущих специалистов по направлению выполняемых там работ. Второстепенных задач нет, заметил Игорь Морозов. И наряду со строительством новых объектов продолжается реконструкция Медвежьего. Ведутся работы по расширению газосборной сети на юбилейном месторождении. Происходит реконструкция техническое первооружение на Ямсавее. Наступления докладчиков были посвящены вопросам материально-технических ресурсов, их хранения и движения. По итогам совещания профильным отделам подразделениям даны соответствующие поручения. И вот новости прямо с промыслом. В рамках проекта по расширению газосборной сети Синаманской залежи Южной юбилейной площади завершена отсыпка трех кустовых площадок. На 43-м кусту заканчивается бурение одной наблюдательной скважины. Реализация данного проекта увеличит годовую добычу газа юбилейного месторождения на 1,8 миллиардов кубометров. Таким образом, показатель добычи газа по месторождению составит порядка 21 миллиарда кубометров газа в год. После завершения буровых работ происходит передача к пустовой площадке обратно к генеральному подрядчику по строительству. Обвязка скважин уже будет непосредственно технологическая обвязка трубопроводами, по которым газ потом будет дальше поступать в общий газопровод-коллектор. На шестом газовом промысле месторождения Медвежьи приступили к ликвидации старой дожимной компрессорной станции. Этот объект был в эксплуатации почти 30 лет. Его оборудование устарело. По соседству в полную силу уже работает новая ДКС. Демонтажные работы начали с комплексной трансформаторной подстанции. В течение двух недель ее всю разберут. Параллельно подрядчики задействуют свои силы и на АВО газа. Первоначально пробно они приступят к четырем объектам. Это КТП АВО газа, АВО газа, пункт редуцирования газа с воздушной компрессорной. А дальше уже по ходу, как работа наладится, то есть перейдут на более, скажем, габаритные и на более объемные помещения. В итоге мы должны получить на данном месте, на данном участке, скажем, красивую территорию с полностью вывезенным всем оборудованием, материалами, коммуникациями. И на данном месте будет проведена техническая биологическая рекультивация. Продолжение следует...